Не так давно мы с вами устроились работать в довольно-таки интересную компанию. Компания называется Slime Murder Co. Это компания, которая будет уничтожать слаймов. И мы там работаем, чтобы заработать денег уничтожением слаймов. Вот так всё просто, поэтому сегодня играем в игрушку по названию Slime Murder Co. С вами, как обычно, Кристаллы, мы и начинаем! Ну, в общем, суть здесь довольно простая. Мы запускаем пока что волну и просто уничтожаем самых первых слаймиков вот таким вот образом. Могу лук слабо натянуть, его так вот спамить. Могу мощной стрелой шпальнуть, чтобы сразу же быстренько вынести этих слаймиков. Поначалу всё довольно-таки просто, но со временем будет стоиться всё более загруженной. И всё больше денег нам будет требоваться для того, чтобы уничтожать этих слаймиков. Например, сейчас я уже могу купить себе первую башню. И мы с вами намного эффективнее начнём сражаться. И давайте день здесь поставлю. Понимаю, что это не лучшее место для башни. Потому что можно было вот здесь поставить. Сразу бы и ту, и ту сторону бы покрывало. Но я хочу, чтобы в самом начале мне уже добавлялся урон. Я, например, мог вот так вот их дамажить. По-быстрому просто чисто много-много кликов делая. И, ребята, если игрушкам будет интересно, то давайте 2000 лайков наберём, чтобы я полностью мог её пройти и показать вам всё, что здесь есть. Конкретно так, полноценно, все дела. Поэтому обязательно лайк поставь, и тебе интересно, как наша компания будет дальше выживать в этом суровом слаймовом мире, судя по всему. Так, начинаем следующую волну. Слаймы со временем будут становиться только жёстче и сильнее. Сейчас пока что идут маленькие и простые, но в будущем будут и гиганты слаймы появляться, и слаймы разного качества. И также мы себе сможем в будущем приобретать различные новые апгрейды. В общем-то, дальше должно быть только интереснее. Поэтому лайк обязательно поставь, если хочешь узнать, что же будет происходить. Так-с. Тем временем у нас есть 14 монет, хватает. Но если бы у нас было 15, я смог бы купить башню с магом, либо же прокачать сам лук у нас. Поэтому, наверное, деньги пока что сэкономим. Так, а вот и большие слаймы попёрли уже. Слаймы-гиганты, ё-моё. Так, давайте-ка я буду пошустрее стрелять, наверное. Так, нужно будет избавиться от мелких, а потом уже к большим. Пойдём. Так, большой у него капец хп, как много, поэтому не так просто будет его разгрести. Но мы обязательно с ними разберёмся. Так, уже подходит довольно-таки далеко. Смотрите-ка, уже вот досюда же дошли. Но я мог бы этого противостоять, если бы купил на прошлой волне ещё один апгрейд. Но я не купил, потому что лучше уж сейчас его взять. Ну и тогда покупаем, наверное, себе лук, потому что лук это тема хорошая. Больше урона и быстрее будет заряжаться. Плюс покупаем, наверное, ещё себе вот такие вот шипы. Я толком, правда, им ещё не пользовался. Поэтому как раз-таки посмотрим, для чего они. Кстати, башни можно будет в будущем проапгрейдить. Пока что ещё не могу этого делать, но можно будет, конечно, башни также усилить. И давайте как-нибудь вот такой вот ряд шипов выставим, чтобы по ним проходили наши слаймики. И немножечко страдали, видимо, да? Так, ну да, урон им наносится уже хорошо. И также мы своим новым луком будем настреливать этим самым слаймом, наносить им ещё больше урона. Интересно, есть разница вообще от расстояния? Нет, урон 1,5 и наносится при максимальной растяжке. Поэтому только 1,5 им будем наносить. Было бы забавно, если под расстояние зависел урон. Может быть, в будущем, конечно, такое будет. Но пока что не похоже, что такое есть. Так, деньги собираем, потихонечку они в нас стягиваются. И можем себе позволить купить что-нибудь новенькое. Давайте башню мага себе купим, например, чтобы у нас заморозка здесь проступала. Так, правда, не знаю, как лучше её поставить. Пускай будет здесь стоять. Если что, в случае чего, потом что-нибудь придумаем, переделаем. Так, нам нужно больше урона постепенного. Пускай они будут прыгать по этим шипам. Так, и запускаем следующую волну. Ну, пока что слаймы большие, но они идут уже в большем количестве. Зато башня мага теперь стреляет по площади и замораживает моих слизнячков. И они теперь так легко пройти здесь не могут. А, поэтому это хорошо. Чем больше они замедляются, тем больше я смогу прямо урона здесь нанести. Интересно, будут ли здесь разрывные стрелы какие-нибудь? Если будут разрывные стрелы, будет просто 10 из 10. А санта делим. Так, давайте собираем. У нас 30 монет есть. Следующий лук стоит... А, я уже купил следующий лук, больше его нет. Слаймхантер даёт дополнительную жизнь, но мне дополнительная жизнь не нужна. Давайте посмотрим ещё бомбовую ловушку, которую я ни разу ещё не ставил. Также давайте глянем, насколько она хороша. Если она всего один раз будет взрываться... А, у нас уже следующая зона пошла, нифига себе. Так, деньги у меня все забрали, но у нас следующая локация попёрла. Здесь будут уже более мощные слаймы. И написано было, что там будут огненные слаймы. Поэтому посмотрим. А, судя по всему, против огненных слаймов нам потребуется использовать... Эм... Башню ледяную, эту маговскую. Так, стоп, они откуда-то с другого места выходят или что? Так, подождите. А, вы отсюда прёте? Едать-то колотить? Я-то думал... Я-то думал, вы от другого места тут сверху идёте, а вот здесь прямо ядрить колотить. Кстати, они нелегко пробиваются. Они всего лишь полурона получают, неполную цифру. Поэтому довольно-таки сложно в этом плане. Так, кстати, лук у меня не прокачанный. Да, всё же не прокачанный. Жалко, что лук забирают. Хотелось бы себе всё же оставить лук и прокачить его дальше. Но, думаю, что это со временем также будет открываться. Будут новые виды лука. Новая мощь его будет также появляться в будущем. Так, наверное, сразу себе возьму новый лук, потому что он реально хорош. Так, и волна уже идёт отсюда, да, у нас? Но пока нет гиганта слаймов, мы, в принципе, легко с ними разбираемся. Вот какие-то новые синенькие попёрли слаймы. Но, в принципе, со всеми я разбираюсь пока что очень даже успешно. А вот уже большие попёрли, вот с большими могут возникнуть проблемы. Как-никак, на то это и большие слаймы, с ними должен возникать вопрос. Так, давай-давай-давай, сейчас достреляем. Ещё вот этот остался последний. И дальше уже только баблишко собрать, порадоваться жизни. И купить хорошую башню или маговскую башню, желательно, вообще было бы. Потому что огненные враги, как-никак, хотелось бы их замедлять. Так, давайте посмотрим, что лучше поставить. Наверное, всё же, я думаю, поставлю вот эту башенку. Она здесь по-любому зайдёт. А также, наверное, поставим всё же где-нибудь вот здесь ещё вот такую башню. И будем здесь отстреливаться, настреливать. И всё такое, всё в таком духе. Так, это у нас как раз-таки против огненных. Я себе ледяную башню купил. Надеюсь, что это реально поможет. И вроде как довольно неплохо дамажит. Так что идея хорошая. В любом случае, ледяная башня, это топ-топ-топ-топ-топ прямо. Знаете, её стоит использовать. Так, вот мне интересно, когда мне дадут апгрейды на уже башни, которые у меня есть. Это было бы любопытно, как минимум. Так, давайте ещё одну ледяную башню там поставим. Пускай их будет две. Странно очень радиус. Правда, у неё устанавливается. Почему-то нельзя более плотно поставить. Ну ладно, пускай так будет. А две башни в любом случае будут уже конкретно врагам напинывать. И они будут делать им ой, как больно, я думаю. Хотя надо было немножко, наверное, интервал по-другому поставить. Ну да ладно, и этого тоже достаточно. Уже и так вижу, что враги довольно-таки неплохо терпят. Кстати, чтобы смотреть на зарядку нашего лука, проще не на лук смотреть, а на курсор. Когда он наиболее близко, то тогда мы с вами и стреляем. Получается из него так намного удобнее, как-никак. Так, всё, победили здесь. Забираем деньжат. А вот уже и новый Слайм Хантер 9000. Значит, вот они появились в новой башне. Новый лук у нас появился. Поэтому запускаем следующую волну. Только поставим, наверное, ещё одну ледяную башню. Давайте куда-нибудь вот сюда в самом начале поставлю. Если же я себе офигенный лук купил, то можно с самого начала уже наносить неплохой урон. Так, зарядка, конечно, у него практически моментальная. Только я вот нажимаю, у меня уже полностью, считайте, зарядилась стрела, что, несомненно, меня радует. Значит, можно дамажить просто без остановки практически. Такс, давай-давай-давай-давай-давай. Ну, всё, последний Слайм. Кстати, это, по-моему, мега-мега-мега Слайм какой-то был, потому что он реально огромный какой-то был. Так, можно, конечно, ещё одну ледяную башню поставить. Чё бы и нет, чё мелочиться. Будем сейчас башнями здесь всё затыкивать и наносить урон прям со старта. Уже прям красивый такой, мощный. Надеюсь, что следующий стейдж у нас уже быстрее будет, потому что хочу посмотреть, какие у нас в дальнейшем фишки будут открываться. А то на этом стейдже, конечно, прикольно, но хочется уже увидеть что-то более любопытное. Поэтому надеюсь, что это уже босс-волна какая-нибудь будет. Или же будет надеяться, что в скором времени босс-волна, потому что босса я бы тоже хотел увидеть. Так, всё, баблишко собрали. Я, наверное, поставлю сейчас шипов на оставшиеся деньги, чтобы прям, знаете, слаймы здесь вообще не проходили, никак постоянно терпели. Прям по полной программе, поэтому устанавливаем кучу вот этих шипов и посмотрим, как у них получится вообще по ним пройти. И получится ли вообще пройти. И вообще, кстати говоря, мне интересно, если они ничего не будут делать, сколько урона они получат. Вот, например, сейчас я просто не использую свои стрелы. И, ну, в принципе, урон неплохой. Это гигантские слаймы, если что, у которых самый большой запас ХП. И при этом они ещё с резистами какими-то, судя по всему, потому что они синие. Это не огненные слаймы, которым здесь бы больше дамажило. Это у нас чисто вот синенькие такие. Так, ну, пробиваем неплохо их. Если я с самого начала стрелял, мы бы уже всех зачистили, считайте. Так, всё, последний готов. У нас 35 монет. Ещё монеток мне не дали, к сожалению. А, кстати, можно бомболовушки вот так поставить? Так, давайте мы запустим, посмотрим... А, всё, следующее. Ого, хилищиеся слаймики появились. Нифига себе, они ещё и хилиться будут. Нифига себе, реально, это жёстко. Так, а можно мне показать, отсюда они будут выходить или как? Так, надеюсь, что они будут выходить отсюда, а то это будет немножко не круто. Так, а ну вот, видели, увидели... Увы, надеюсь, увидели этого хилищего слайма. Вот, я стреляю по одному, и получается хилиться все остальные. Нужно избавляться от хилищего слайма первым, потому что иначе просто будет хреново как-никак. А так, нужно от него избавляться первым делом. Нахилит от всех, и будет вообще не весело. Так, он еще, причем, с довольно-таки большим радиусом работает, так что нужно за этим следить, чтобы хилищего слайма как можно быстрее истребляли Получается у нас, так, собираем барахло, собираем деньжат, которые не тянутся ко мне как можно быстрее Все, 15 монет у меня есть Так, наверное, я возьму все же ледяную башню, она мне нравится, она здесь хорошо заходит И, в принципе, мы просто можем вот так вот атаковать их, это уже и так нормально Единственное, что там хилищи и слаймики, от него нужно избавляться как можно быстрее, говорю, иначе у нас проблем мы с вами не оберемся А то в будущем, поэтому избавляемся быстрее от хилищего слайма И также, конечно, от больших слаймов не забываем избавляться, а то будет тоже не так круто Так, давай-давай-давай, этого вынесли и вот этого последнего выносим, получается И один огромный слайм у нас убегает, сейчас мы его вынесем Готов и покупаем следующий себе лук, наверное, потому что хочу купить себе все же лук, а не что-то другое 1.5 урона все же гораздо более приятно, тем более, что с последующей вероятностью апгрейда Кстати, два слайма хилищих друг за другом просто пипец, какой реген давали Если вы посмотрите, прям вообще адово Так, давай-давай-давай-давай еще, этого выносим, не смейте убегать слишком далеко Так, еще и хилищих своих слаймов, блин, офигеть, сколько их тут много Целую армию послали сразу же этих саппортов, е-мое Так, кыш-кыш-кыш отсюда Так, это давай сюда, сюда, сюда И готов он у нас тоже Все, остались мелкие, с ними вообще проблем не должно особо больших у нас возникнуть В общем-то, ребята, если вам игра понравится, не забудьте ее поддержать лайком И обязательно мы с вами будем проходить ее дальше Потому что, по мне, она стоит внимания Обычно я вот тавер-дефенсы играю, но они какие-то, знаете, ну скучноватые в последнее время А это прям такая годнота-годнота, как по мне Не знаю, конечно, как вам, но мне кажется, что реально добротная тема И думаю, что стоит поддержать ее лайком Так, ух ты, фиолетовый слайм какой-то, это более прочный, походу, да? Похож на металлического какого-то слайма, на самом деле, для меня Мне так кажется, будто бы он какой-то металлический Но, возможно, меня глючит Будто у него такой блик есть металла, знаете, вот из-за того, что свет у него там такой падает Ну, это я, конечно, воображаю, наверное На самом деле, просто более прочный слаймик Ну, фиг с ним Так даже интереснее, наверное Так, дальше можно еще башень наставить Я, конечно, могу сделать вот такую штуку Типа наставить целую тонну вот таких башен И смотреть, что будет происходить Тогда, если я таких поставлю штук 100, например, по всему ряду Что будет вообще происходить С этой игре этот парень очень прочный Прям капец, насколько прочный Так, мне нужно избавиться было от хиллера Надеюсь, что я его вынес Все же так Ну, вот эти фиолетовые слаймы реально для меня будут проблемы В будущем, если я не стану сильнее еще Так что нужно что-то будет придумывать Ну, посмотрите, он реально жесткий Если еще появится слайм хиллера У которого такой запас хп То тогда я точно встряну Тогда у меня будут реально большие проблемы Так, давай все, отлетай уже Сколько стоит? 30 монет в следующий апгрейд Слаймхантер у нас будет стоить Идрить, хватит 30 монеток 9 30 монеток, надо их быть, куда все деньги улетают Так, в общем, ребята Также лайк, говорю Поставьте более 2000 лайков С вами был Кристалл Скоро с вами снова увидимся Всем удачи, всем пока Колокольчики, подписки и все остальное не забываем